всех приветствую сегодня у нас холодно на температуру показывает минус 43 градуса наши завсегдаты говорят что как только температура падает ниже 40 градусов вот такой вот туман наступает на самом деле сегодня как будто в дынке связи с этой аномальной низкой температуры техника ломается чаще металл становится более хрупкий это последствия поэтому даже технику старается выпускать на линию пара между автобусы по автобусу ну и другая техника старается передвигаться парами для того чтобы помочь друг другу подстраховать вот так вот выглядит наш город муравленко вот это зимние пору красиво оформлено алиминации это центральная улица улица ленина вот я сел на автобус и передвигаемся по городу по всем остановкам собираем людей и едем на автовокзал городской там мы будем проходить термометрию и опять сядем свой автобус и уже едем дальше на месторождение где-то примерно течение часа мы будем добираться дальше до своего рабочего места это мы двигаемся уже по окраине города видите тут райончик с деревянными домами которые постепенно сносятся и перестраиваются капитальные дома сейчас мы проезжаем автозаправочную станцию газпромнефть и подъезжаем к автовокзалу вот он автовокзал сейчас мы все высаживаемся и проходим через здание автовокзала здесь все работники проходят через тепловизор соединенный с компьютером в котором фиксируется температура тела каждого работника если она превышает 37 градусов тогда человек не допускается к работе и направляется на лечение в больницу сейчас мы садимся в автобус который уже объехал здание подъехал с другой стороны и направимся на работу всех приветствую на канале саша вера деревня в чуваши и многие подписчики пишут спрашивают почему вера постоянно одна на канале ну бывает такое что я езжу на работу тем более сейчас в этом году связи с коронавирусом вахты у нас удлинились сейчас еще у нас похолодало вот одевая варежки руки мерзнут сейчас на улице минус 44 с половиной градуса ночью было 46 с половиной ожидается вероятность есть что температура может понизиться и до 50 в этот раз я отработаю почти 4 месяца 4 октября я уехал с чуваши и 4 февраля буду езжать съемал ниньского округа 4 месяца выходит у меня тут трудовая вахта в этот раз будет сегодня вот очень холодно я уже тут записываю не первый дубль и телефон не выдерживает и вырубается в этом году я переболел коронавирусом был на больничном 18 дней но слава богу перенес болезнь в легкой форме поражение легких на кт показала меньше 13 процентов после окончания заболевания еще где-то недели полторы две еще продолжал кашлять так остаточное явление запах и вкус терял не различал сейчас все все нормально здесь вот остановка который мы ездим в город сегодня местный персонал оставили на сутки связи с низкой температурой но мы наверное уедем я работаю подрядной организации я сейчас иду свой вагончик после выполнения заявки вот такая у нас тут обстановка мороз и солнце день чудесный он она солнышко вот наш вагончик здесь мы проводим свое время город муравленко находится на 63 параллели это примерно 300 километров южнее северного полярного круга и соответственно здесь дни зимой короткий самый короткий день 23 декабря его продолжительность 4 часа 20 минут восход наступает в 9 часов 51 минута утра а закат наступает уже в 14 часов 11 минут специалисты утверждают что человек не в состоянии привыкнуть полярной ночи вне зависимости от того сколько он живет на крайнем севере как правило месяц большой темноты очень сильно влияет на психику как следствие люди постоянно нервны и раздражительны либо наоборот сонливы заторможены наша северная природа конечно красиво среди сосны максимально вырастают от метров 10 высотой вот они молодые сосенки подкармливаем воробушков они обычно ловят хлеб на лету а сейчас пока темновато не видят еще темновато а так навыки уже развиты но в темноте не видят здесь в окружности нашего карта а еще вот такие вот гости к нам захаживают голод не тетка тоже подкармливаем их иногда иду домой с работы с ночной смены улица нефтяников и улица губкина а это пикармливаем а это дым из труб городской котельной она сейчас работает на полную катушку здание пожирной охраны пересечения улицы нефтяников и улицы губкина а это пекарня горячий хлеб интересная особенность он тоже такой сталактит образовался под вентиляционными трубами это моя дорога на попром зоне сторону своего общежития улица губкина хочу всех поздравить с новым 2021 годом всем пожелать вам здоровья благополучия всем нашим семьям что в новом году исполнились все наши планы которые мы наметили чтобы хватило нам сил энергии на все чтобы нам никто не мешал в этом деле поэтому все изменения должны происходить только в лучшую сторону спасибо вам всем и до свидания